здрасте дорогие друзья снова я б.н. сейчас мы с вами едем по мосту виразана это очень известный знаменитый даже так скажем нью-йоркский мост который когда-то был книги рекордов гиннеса могу сказать действительно свое мнение моста мост шикарный мы едем сейчас со стороны state and island то есть за моей спиной state and island один из островов которые находятся непосредственно близости от нью-йорка и перед нами как бы открывается панорама нью-йорка это бруклин внизу был гудзон кстати к вашей информации мост двухэтажный то есть есть в двух направлениях один этаж по которому мы сейчас с вами проехали и также есть еще под под этим асфальтом там есть еще и второй этаж мост очень хороший вот но проехав по нью-йорку я покажу вам не только этот мост я покажу вам и многое другое прошу обратить внимание на качество асфальта на качество других мостов мы увидим очень много ржавых мостов как выглядят дома какая архитектура в каком состоянии находится этот город значит город огромный только лишь бруклин принципе он настолько большой что его можно сопоставить с каким-то приличным российским городом посмотрите в каком состоянии мосты в общем-то мои новые подписчики которые за последнее время пришло очень много людей на канал если вы не успели еще посмотреть мои старые ролики в старых роликах я очень много снимал и нью-йорк и другие города далеко не всегда я езжу на грузовике и или снимаю из с кабины грузовика есть конечно своего рода плюс таких вот съемок так как вы можете увидеть очень много то есть грузовик перемещается вы можете увидеть очень много вот но на канале я снимал и пешие по прогулке у меня есть и по нью-йорку и по другим городам и использовал я самокат общался с людьми снимал и ночью то есть ролики в общем-то без преувеличения есть ролики которые съемка этих роликов было опасно опасно для жизни очень многие люди об этом не говорили да я и сам знаю но ради ради вас ради зрителей ради того чтобы вам показать америку нью-йорк другие города как это все выглядит я и риск шел и все это заснято поэтому не хотелось бы чтобы все эти труды были малоэффективны раз у есть час своего рода на канале бум пошел то призываю новых людей именно обратить внимание на то что уже было снято до этого вот ну а этот город видите дальше будет манхэттен мы туда не поедем но мы будем этот все видеть манхэттен я уже снимал поэтому очень много материалов уже заснято обратите на это внимание эти материалы уже попадали в топ вот но когда на канале не так много людей то это знаете так вот чтоб ненадолго ролики попадают поэтому давайте мы еще раз отправим эти ролики в топ для того чтобы как можно больше людей увидела и сделала свои выводы значит этот город по которому мы сейчас с вами едем нью-йорк этот город за всех сил воспевается вашей российской либердой которая благополучно проживает в красавице москве вот но они рассказывают всем остальным россиянам про то что надо равняться на сша надо равняться на нью-йорк нью-йорк это город возможностей столица мира и и вообще и вообще и вообще знаете даже просто смешно когда ты это все слушаешь поэтому надеюсь что после изменений российской конституции об этом мы чуть позже поговорим но я хочу просто сказать надеюсь что после изменений российской конституции я увижу те моменты когда как старые добрые советские времена люди которые враги народа которые ненавидят страну будут выгнаны вот не надо сажать просто выдворить из страны без права возвращения и пусть они едут сюда нью-йорк селятся вот в каких-то из этих домов которые вот например вот этот вот с левой стороны не самый старый в общем пусть например ксения анатольевна собчак лечит свою нос и переезжает сюда я буду мимо проезжать она может махать ручкой а я буду приходить в гости и расспрашивать о ее впечатлениях насколько она счастлива здесь и не поменяла ли она свое мнение госдеп потратил уйму денег вашу оппозицию вашу либерду уйму денег вместо того чтобы все эти деньги потратить на собственную страну на собственное государство на собственное население на приведение в городах собственных городов вот нью-йоркска кстати это еще город не самый плохой не самый плохой вот не самый лучший не самый плохой я даже не знаю какой то как бы из больших городов реально хороший более менее неплохие города есть которые небольшие если там есть какие-то интересные заводы вот у меня здесь есть репортаж который я заснял но я пока не закончил монтаж там где находится завод перше из знаменитый шоколад вот этот населенный пункт мне понравился я как-то доделаю этот ролик я вам покажу все стараюсь показывать их и какие-то положительные хорошие вещи в америке но из крупных городов честно говоря даже затрудняюсь какой бы мне мог понравиться мать затрудняюсь поэтому вместо того чтобы госдеп потратил все эти деньги которые были в бухана в вашу либерду в развал россии лучше по не потратили эти деньги и себя внутри но налогоплательщики здесь право голоса не имеют поэтому в общем-то имеют то что имеет вот поэтому хочу поздравить вас дорогие друзья с изменениями российской конституции я можно сказать просто горд тем что российский народ очень сильно отличается от народов остальных частях планеты там где цветные революции на ура проходили между прочим и на территории сша сейчас мы то что мы наблюдаем это настоящая цветная революция которая спланирована и здесь из-за тупости народа это все проходит на ура а вот в россии все-таки ну я так сказал есть наследие ссср молодежь конечно на данный момент у меня в россии внушает какие-то опасения вот но наследие ссср образование ссср возможность которую образование советское привило населению думать анализировать да не все не все пользуются этой возможностью не все думают не все анализируют не все соображают но все-таки количество думающих людей в россии велико и и благодаря этому опять таки ссср спасает и это радует поэтому я поздравляю вас с изменением конституции я надеюсь что сейчас будут такие колоссальные изменения происходить внутри страны о которые мы будем обсуждать и обсуждать с радостью потому что знаете даже самый так скажем отъявленный хейтер российского президента очень часто такие люди мне писали ну нечто такое мы типа довольны его внешней политикой то есть внешняя политика путина мы ее оцениваем на 5 с плюсом вот у нас есть претензии к внутренней политики внутренней политики правительства страны и так далее поэтому с изменением конституции я надеюсь что теперь наконец-то руки вашего президента будут развязаны что наконец-то будут происходить нормальные изменения которые должны быть внутри страны я с нетерпением жду когда будут меняться ваши чиновники не только в правительстве чиновники городов округов вот и с нетерпением жду как это все будет происходить это будет происходить и естественно должны прийти люди которые будут являться патриотами россии которые будут свою жизнь с этой страной связывать и люди которые имеют семьи люди которые имеют детей которые будут стараться сохранить страну для будущих поколений понимаете я очень на это надеюсь и рассчитываю моя поддержка российскому президенту очень большая то есть тех особенно кто присоединился к моему каналу буквально за несколько прошедших недель вы это сделали из-за роликов где я высказывал свое отношение к российскому президенту мое отношение к российскому президенту я очень ему верю верю я ему из-за того что я мог наблюдать как этот человек во времена крайних сложностей все-таки подымал страну и менял страну к лучшему поэтому теперь я рассчитываю на то что изменения будут происходить еще быстрее и в общем то страна будет меняться к лучшему то есть все стороны запада том числе и сша будут меняться к худшему и на мой взгляд это неизбежно вот такой сценарий так такая вот машина которая здесь запущена на мой взгляд это уже необратимый процесс понимаете это необратимый процесс это можно сравнить как вот падает самолет потерял управление падает самолет еще люди живы вот но они все смотрят и видят что земля близко и конец близок так вот я бы сказал что что я здесь вижу это как раз падение самолета еще живы но уже понимают что обречены вот надеюсь что будет в россии очень так скажем сосредоточено правительство на молодежи на молодежи потому что молодежь это будущее страны это как раз те люди которые будут в общем-то и защищать эту страну и передавать эту страну дальше своим детям своим внукам понимаете вот это вот преемственность поколений защитников родины патриотов родины это очень важно сожалению очень долгие годы у вас был запрет на идеологию я надеюсь сейчас обратят очень важное внимание на это дело и в общем то знаю мне кажется что надо копировать то что было в этом плане в соцком союзе российская молодежь должна быть патриотичной чтобы старые поколения могли уйти со спокойной душой вот поэтому сожалению по прежнему я вижу что на канале преобладающие большинство это взрослые люди молодых не так много и я очень стараюсь привлечь молодежь я очень стараюсь как-то вот сделать чтобы канал был для молодежи привлекателен если у вас есть какие-то идеи кстати сейчас мы находимся уже это район на queen's и вот видите этот перекресток это бульвар queen's это не не какие-то задворки еще раз говорю это в общем то даже центральная улица мы сейчас по ней бумер так вот если у кого есть какие-то идеи как улучшить канал как привлечь молодежь то пишите в комментариях я стараюсь читать ваши комментарии вот очень много я ставлю сердечек для того чтобы показать вам что комментарии были прочитаны не не все комментарии оставлю сердечки но большинство вот все таки стараюсь поэтому если есть какие-то предложения буду рад их прочесть даже если я не прочту есть на канале очень хорошие модераторы которые мне помогают и модератором не сейчас обращаюсь вы увидите дельные советы делайте для меня копируйте эти сообщения делайте для меня перепосты в вконтакте либо на нашем telegram канале для того чтобы я тоже делал выводы что-то лучше описывайте ваше мнение по поводу америки вот по поводу города нью-йорк по которому мы сейчас с вами едем понимаете этот город огромный город помните можно сопоставить с москвой если есть москвичей описывайте свое мнение вот но моё мнение этот город также можно сравнивать с любым другим сибирска самара саратов где восток и другие города люди которые на моем канале с других городов пишите из какого города и как вас впечатляет нью-йорк хотели бы вы здесь жить и как вы видите будущее этой страны постарайтесь использовать культурно писать культурно потому что честно говоря очень много ваших комментариев пропадает из-за ненормативной лексики и это это печально потому что это не помогает развитию канала это как бы комментарии впустую поэтому давайте будем эффективными вот еще так знаете в заключении хочу сказать что меня радует то что мы начинаем учиться воевать и на информационном фронте наша особенность мы можем и отступать и москву сдавали и сжигали москву и во время великой отечественной уже 60 километров от москвы остановили врага но тем не менее потом даем отпор так же точно и сейчас во время информационных войн также есть успех обсуждайте данную тему с уважением к вам бэм а и и и и и и и